На улице минус 28. На ледяном озере продувает даже в тёплой одежде. Но рыбакам мёрзнуть некогда. Время тянуть не в от. 800 метров сетей из-подо льда вытаскивает 12 человек. У Александра Жукова бизнес в сфере строительства. Два года назад решил попробовать себя в рыбалке. Взял в аренду пять озёр, набрал команду рыбаков, вложил полтора миллиона собственных средств в оборудование и дело хоть и с переменным успехом, но пошло. За один год, конечно, не оправдать, но за два-три года всё это оправдается. Постоянно надо пополнение. Те же буры, те же шнеки, они не вечные. Вот сегодня у нас лебёдка одна, редуктор сломался. Редуктор надо покупать, тоже какие-то вложения делаем. Без этого не бывает. Сладковский район называют краем ста озёр. Только 40 из них сегодня в аренде. В промышленный вылов ведут рыбоводческое хозяйство и несколько индивидуальных предпринимателей. Александр Жуков в этом деле пока новичок. Сказать, что у него большие успехи именно в выращивании рыбы, пока нельзя сказать. Здесь всё-таки нужен достаточно такой богатый опыт, хорошее знание науки, наших озёр. Ну, я думаю, дорогу осилит идущие. Александр Анатольевич, он очень настойчивый, и в этом отношении я не сомневаюсь, у него будет успех. Руководство района решило поддержать предпринимателя в добром начинании. Жуков получил муниципальный грант – 300 тысяч рублей и построил коптельный цех. Два шкафа, они по 100 килограмм в сует, не в сутки даже. Смотря, если вяленая рыба, то побольше объём. Если копчёная, то там, конечно, двое суток только рыба коптится в шкафу. Так что, ну, в неделю килограмм 500 можно на этом оборуде, можно коптить. В цехе работают всего два сотрудника, а рабочий день ненормированный. В зависимости от покупательского спроса. С заказами справляются. Ну, я учился вообще на повар-кондитер. Ну, что повар-кондитер, что тут, она везде пригодится. Копчёную вяленую рыбу продают пока только в одном местном магазине, а вот сырую замороженную отгружают оптовым покупателям в Ишим, Тюмень, Екатеринбург и Москву. В этот раз улов небольшой, рыбалка – дело непредсказуемое. Раз на раз не приходится. Сегодня нельзя назвать рыбалку удачной. Рыбаки говорят, что карась залёг на дно. Тем не менее, всё, что будет выловлено, будет собрано. Особо крупные рыбки будут коптиться и сушиться, а мелкая рыбёшка продаваться на птицефабрике и зверофермы в качестве пищевой добавки. Хороший улов начнётся в марте, а в апреле-май рыбаки-промышленники приступят к запуску водоёмы личинопеляди, карпа и щуки. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.